В Домовом храме, открытом на День Николая Чудотворца в 1886 году, редко замолкают молитвы и практически никогда не затухают свечи. Кадеты вместе со священником изучают здесь основы православной культуры и просят о своем. Вообще, Донской император Александра Третьего кадетский корпус – намоленное место с богатой историей и прочными традициями. Корпус наш старинный, здания у нас старинные, поэтому и необходимость такая, чтобы материальную учебную базу подновить, различные мультимедийные аппаратуру приобрести. В музее кадетского корпуса находятся старинные иконы, которые были пожалованы в домовой храм в конце 19 века. Они были написаны в Иерусалиме. В одной из них находится частица гроба Господнего. Эти иконы забрал работник кадетского корпуса в 1919 году, когда кадетский корпус вынужден был покинуть Россию. Хранил их дома, а когда в 1943 году фашисты выбыли из Новочеркасска, передал иконы в храм Константина и Елены. С 1943 года по 1991 год они были неизвестны. Они были в храме, в церкви. А с обратной стороны икон, где есть надпись, что они принадлежат нам, Донскому императору Александру Третьему, кадетскому корпусу. Этот музей – долгая история об одном только корпусе. Его выпускники участвовали в таких масштабных сражениях, как Первая мировая, русско-японская и гражданская война. Потому и нынешние кадеты хорошо подкованы в событиях прошлых столетий. Изучать главное историю. Потому что если ты не будешь знать историю России, как же вообще можно жить в этом государстве, если ты не знаешь свою историю, как ты произошел и что было до того, как ты поступил в корпус. Пока кадеты наизусть называют имена крупных военачальников, другие воспитанники корпуса в спортивном зале чеканят шаг и фланкируют шашкой. Без устали рук парни демонстрируют самые сложные элементы. Есть в этом кадетском корпусе и класс инженерного образования. Он создан совместно с Южно-Российским политехническим университетом имени Платова, в составе которого создан Институт казачества, где есть военная кафедра. Это, говорят преподаватели, неплохая профориентация кадет. За все время учебы я добился многого. Получил корпусное звание вице-вахмистр. Был награжден многими крестами за усердие, за отличие в учебе. В дальнейшем они мне, разумеется, помогут поступить в высшее военное учебное заведение. Хочу поступать в военную академию связи имени маршала Советского Союза Буденова в город Санкт-Петербург. По пути Александра Пыдыка мечтают пойти многие воспитанники этого кадетского корпуса. Для этого педагоги и наставники прилагают все усилия. Помогают не только в делах учебных, но и в воспитательных. В перспективах создания прочного попечительского совета. Валентина Назаренко, Андрей Коробко. Главное новости.